Киев, спальный район. Возле входа в супермаркет на импровизированном турнире идут шашечные баталии. Но финал одинаков. Один за другим соперники юной шашистки из-за стола встают несколько задачины. Один раз она думала более трех секунд. Я понимал, что я играю плохо. В чем же секрет непобедимости? Сажусь проверять сама. Привет. Можно с тобой сыграть? Да, конечно. Меня Алина зовут. Меня Лера. Скажи, а были ли уже люди, которым удалось тебя победить? Нет, даже ничьи не было. О, какая ты молодец. А дальше вы услышите причину, по которой я с первых секунд игры поняла, что проиграю. Я стала чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой Европы, чемпионкой Украины. И три раза становилась чемпионкой Киева. Как давно ты играешь в шашки? Ну, это уже четвертый год. Так что своими способностями Валерия решила помочь нашей армии. Правила игры на благо ВСУ говорит очень просты. Соперник ложит в коробку столько денег, сколько не жалко, и садится с ней играть. Если выигрывает, играет еще раз, уже бесплатно. Но такого смеется шашистка за более сотню игр еще не случалось. Бывает, вот деньги жертвуют просто так. Спасибо! Мама девочки вспоминает. В первые дни, вдохновленная только лишь идеей, ее дочь играла чуть ли не на земле, а скромно сидя на металлической трубе возле магазина. Но доброе дело Леры увидели в сети. Со мной связалась благотворительная организация Елена Райт. Она увидела публикацию поста в Фейсбуке, как ребенок сидит на трубе. И они купили ей два стула и стол для того, чтобы ей было удобнее. Откуда вообще у тебя такое большое желание помочь ВСУ? Я думаю, что все украинцы сейчас этого хотят. Мы неделю жили в подвале школы. У нас бабушка с дедушкой все время находились в Бучанском районе под оккупацией. И вот она все это видела, и, возможно, это на нее так повлияло. А еще вспоминает тренер Валерий. В прошлом году именно из-за россиянки его ученица могла не стать чемпионкой, потому что соперница из России начала врать в самом финале, где для победы Валерии было достаточно последний матч сыграть в ничью. Приходит судья и говорит, как сыграли? Я говорю, что я первую выиграла, вторая ничья. А та говорит, что я не помню, как я первую сыграла. А та россиянка. И как-то Лера как-то так опешила. Ну, я же выиграла. Я не помню, как сыграли. Может, ты и не выиграла. В конце концов, очень символично Валерии тогда помогла отстоять счет участница из Польши, которая следила за всем процессом. Украинка даже подарила свою медаль Польке. Поедет ли Лера на чемпионат в этом году, говорит, пока не знает. Слишком дорого. Но мечтает развивать этот спорт. Я думаю, что все шашисты желают, чтобы произошла революция шашек, и они снова стали более или менее популярными. Так что начинают с малого. Присоединиться к сбору денег для армии таким образом приглашают всех украинских шашистов. Флэшмоб имени Леры Ежовой запустить по всей Украине. Это было бы очень здорово. У нас очень много талантливых деток и способных, и много чемпионов мира. Поэтому я думаю, мы могли бы это сделать, занимаясь любимым делом и в то же время помогая. Между тем, за игровой доской я чувствую, что я уже проиграла. Спасибо тебе огромное за игру. И вам спасибо. Алина Матвейчук. Специально для марафона Freedom на канале UA.